привет друзья всем на канале сечанка америке сегодня у нас пятница утро вот видите какая непредсказуемая у нас погода вообще вчера я вечером как бы вне вечером заходил палатку там поработать с машиной заходил дождь и шел ну там не замечаешь время проходит быстро получается рекс уже выходил не понял молнию расщепнул в палатке ногу выставил не понял куда-то нога проваливается снег столько столько на милу просто мгновенно да так вот красота у нас сосанка нашего не растет просто на глазах просто только так что я хочу сказать друзья там задают вопросы кто-то писал расскажите как ваши дети учились ну во первых всех интересует как там профессия но они и сейчас учатся еще школы заканчивает и сразу подрабатывает то есть тут так нормально и это хорошо вот бандит смотри ты смотри ты смотри и далее бежит в ту сторону вообще и смотрят на меня тебе на короче насчет музыкального образования или как там кто-то спрашивал конечно маленькие приехали с украины как они там музыкой начали заниматься конкретно в общем девочки тут давид уже у меня я его научил ноты на клавишах на нотном стане то есть он уже мог смотреть на ноты и нажимать ее там потому что это же вы знаете два таких этажа сначала ты учишь ноты потом на должна учиться их на клавишах нажимать в общем это все он у меня умел с украины так что приехали мы сюда я сразу пешим ну конечно сначала надо это все упирается в деньги ты тут никто мы тут прошли такой путь вот эти все кто приезжает сюда быстро без никаких проблем просто без никаких проверок там раз и все вот это по этой программе они вообще они даже и приезжают сюда и им что-то тут не нравится они начинают тут а что-то что-то роптать что-то там короче придумывать они короче ожидание у них было ванда ванда а что-то они там придумают друзья ожидание у них было другое насчет америки в час по 100 долларов наверно да и вообще не по 100 долларов а просто лопатой с порога грибанул и в мешочек и потом я поеду откуда приехал то есть наверное вот такое такая мечта у них было знаю людей которые приехали сюда вроде бы сначала приехали а потом что-то начинается морды кислые то есть я считаю что это просто неблагодарные люди не то что кому-то не благодарны неблагодарные просто богу всевышнему который устроил это все сделал много людей хотела приехать но не приехали в общем то мы приехали денег не было хотела сразу учить детей но не получалось и короче уже когда мы чуть-чуть этом начал чуть-чуть зарабатывать нашли женщина которая учила 10 долларов она брала на час она и давида сразу я туда ней купили в кредит best buy такой магазин клавиши я взял и она его учила то то есть она удивилась ашо теория вот это все нотки там туда-сюда то есть он все знал это не знаю сколько ну пошел первый класс он ходил здесь слава богу нашего давида слух данные вообще слух у него как бы называется наверно совершенный или как или украинские досконалы наверно на пиано он начали научился здесь и когда он научился уже играть на пианино уже нормально играл на слух и неважно какая мелодия ску с откуда она с монитофона там или там где-то там то есть он мог спокойно в общем научился он играть без проблем я даже мы никто не знали что у него такие данные хорошие но потом нам нужно расскажу начал я интересоваться я хотел очень мечтал сам даже хотел научиться но играть на баяне и даже круто это вообще круто баян это просто сила где бы ты не был до в любой какой бы ты ситуации не был там воздухе на земле под землей то есть баян это круто это вообще круто я всегда мечтал и вот он свою мечту меня мои родители не учили не было им когда туда-сюда другая жизнь но я решил эту ошибку исправить давай искать баян первый баян а их здесь нету между прочим чтобы знали в америке вот кто хочет визите откуда с россии с украины всех стран казахстан визите оттуда если кто едет тут а очень дорогие они очень дорогие и я ничего не знал про них и я просто я искал хочу думаю ну я не знал что там пятерядные не пятерядные там раз раскладка идет американская гриф си гриф би то есть ну кто в теме тут меня понимает я же этого все не знал и я просто купил баян на интернете за 700 долларов в кредит тоже на paypal и маленький такой у нас еще он есть миросико на ним и на нем играет и получается то есть теперь надо учителя искать американцев тут найти в америке просто невозможно у них такие цены ну в общем давай я искать украина россия нашел там даже такие популярные которые на ютюберы баяны тоже общался с ними тоже они дорого там 30 долларов наверное он не говорил там есть такой пацанчик толстенький в магазинах показывает ну короче наверно так и надо в общем и какой-то сайт там где все учителя выставляется ну как бы не знаю как называется только для учителей музыкальной школы там ну все там музыка и получается что я нашел учителя одного написал ему просто в личку он был ски с харькова один там был он был рад я вам скажу сейчас цену он был рад учить детей за 70 за 70 гривень я говорю я тебе дам 100 и я к нему раз позвонил он ехал в маршрутке на учебу или на работу ночью он он работал учил не то что там знаете можно найти тракториста вернее учителя который умеет играть но он а он работает трактористом где-то в колоспе или там еще что то то есть это а вот если ты найдешь учителя который еще и преподал именно работой преподавателем школе это круто в общем он сказал мне что эта раскладка он не умеет на ней то есть другие другой лад там кнопки поменены кто в теме знает ну что уже сдавать все уже прошло время как бы он чуть-чуть и он как бы прикинул эту всю систему и по скайпу по скайпу он научил он никогда сам не играл если бы ему дать его он не заиграл бы на нем именно правая рука потому что она все все другое каждый на на выгляд они одинаковые красивенькие все как бы я но это другой гриф си называется и он научит у меня вообще надежды не было я так думал попробуйте попробуй пустое пустое кристалет и он научил благодарность ему я снимаю шляпу конечно и он научил их всех мы рочка наша вообще она левша я он там какую-то песню начал учить солдатский марш или как-то там ну там трудно так надо было я потом через пару уроков я слышу как она рубает на этом поняне я просто не мог поверить вау получилось то есть это круто не не дарма потраченное время 300 лет то время просто что она у них получилось короче он делал классно мне он нравился все четко было он был рады сразу три урока у него проходила то есть ему хорошо было потом год-два наверное он поучил и что-то произошло каникулы прошли и он мне пишет надо поговорить это сюда позвонил говорит а теперь это выходило короче тогда где-то около четыре доллара наверно за одного ребенка что такое или 5 против 15 баксов выходила за за троих за три урока но кто-то скажет это же мало это ребята каждый ищет чем подешевле правильно ну я так и я ищу я счетом выпендриваться счетом понты всякие да я искал хороший учитель на чтоб он был чтоб я его мог тянуть потому что это америка за все три надо заплатить и он тут а не знаю как будто он побывал и я его я его хотел и посылку ему отсылали хотелось приятно сделать высылали ему посылку такую что он ели на санках тянул они не видели там думал ящичек там нам и хорошую посылку в общем и хотел его вызвать сюда и гостевую визу пробовал ему открыть но не получалось хотел чтобы сюда приехал чтобы чуть-чуть пожил у нас посмотрел хотелось сделать приятно человек но не получилось и тут одно разум говорит надо поговорить ну я хочу тебе сказать будем если их если вы хотите хотите продолжать за урок будет 15 долларов я ну во первых и друзья это дистанционное обучение то есть понимаете то есть учитель сидит никого тебе он даже не ребенка поправить правильно взять как ты сидишь так спинку ровненько туда-сюда тогда как тут я возил детей на пиано учиться женщине которая всю жизнь она короче магистр по органах поэтому она все там я тоже мечтал про эту женщину и так получилось она уже все она уже на ушла на старость и он не сказал такую цену я говорю не получится не получится говорю давай наверно мы попрощаемся в общем откуда это все у него там амбиции такие что он хотел с этим то есть я считаю он сидит дома он даже может сидеть в одних трусах я этого не вижу просто футболка надета и с баяном на руках и он ну разве плохо дома в теплой обстановке зарабатывать там ну там поиграл с детьми песню какие-то там загадки туда-сюда то есть время но тебе заплатилась я передавал сюда деньги все так как должно быть человеку стало мало хорошо но у меня зарплата тоже не прибавилось и потом друзья я давай искать сразу я не хотел чтобы она все закинулась нахожу я с харькова и я могу дать если кому надо с харькова профессионал с 4 ход играет на баяне он тоже с этой раскладкой по поморочился сюда сюда но он тоже начал играть и вот эти произведения последние которые вы слышали это он варил это все делал он выступал короче у него там джаз бэнд свой короче крутый мужик классный и классный тем что какую бы мелодию понравилась вам мелодия и вы хотите чтобы и дети заиграли вы ему просто скидайте он пишет ноты он сделает но ты хотите на 2 хотите на 3 инструмента это крутой парень я я ее уважаю константин стрельченко у него фамилия и мы еще еще с ним поддерживаем контакт но после того как коронавирус там наверно вот это все она мы уже они не занимались потому что давид на работу но давид работал но потом они начали девочки начали на работу и не было такого дня чтобы они все были вместе дома вот эта вся причина может видео уже долго получится извинять хотел просто поделиться кто-то спрашивал так в общем все зависит от вас от желания главное желание все остальное получится кому надо кто хочет и я хочу сказать еще одно люди сначала думают надо своих надо своих детей есть люди родители которые делают все как здесь скажет им ребенок хочет он не хочет вот это начал играть попробовал два два раза все я не хочу все 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 сыночек все все давай продали то есть у таких людей с таким воспитанием ничего не будет я вам гарантирую поверьте мне я это прошел я могу сказать за могу сказать за меньших детей но я не могу говорить за старших детей которым уже за двадцать я мыши мы еще движемся туда но за маленький я вам скажу если вы не переломаете вот тот вот а то детская которая там у него характер не знаю как она называется то есть он будет требовать свое вы никогда строгостью без строгости никогда не воспитайте можете есть единицы кто-то там будет рассказывать не если ты будешь делать все что тебе говорит ребенок требует ничего с него не получится не научишь ты его ничего даже таблички умножения чтобы вы знали все есть такие родители которые мухой просто готовые все делать у таких ничего не получится я вам скажу заставлял и заставляю и тут должна быть строгость тогда дети научатся будешь просить говорить вперед вперед подбадривать их тогда научатся будешь заставлять уроки их учить да конечно они не хотят еще думаете так просто как я люблю музыку все я люблю музыку это второе что после хлеба идет не надо заставлять конечно им лучше будет поиграться на улице туда-сюда так что вот вот это все что вы видели на экране вот вот это пробуду лая мелодия тоже классно там тоже много таких но записи где-то в общем список шиндлера там есть такие произведения они втроем их их просили мы часто ездили по домам престарелых просто так друзья просто чтобы порадовать старушек стариков которые там в основном американцы они чтобы они для них это музыка кому-то знакомая если кто-то в теме был кому-то нет они не не знают этих но все равно они благодарные были так что вот так я очень рад что у нас время друзья прошло вот они уже выросли а начиналось все с маленького и время у нас прошло не напрасно я самое лучшее вложение это вложение в наших детей хотите финансово там ну не знаю но но наверно финансово шоу если вы купите им будете покупать дорогие машины куртки и всякое такое на одежду ну то можно украсть а вот в это которые вы в них вложите пусть даже там музыка которая это сила это шедевр и это просто ты слушаешь и она меняет настроение у людей веселый грустный туда-сюда то есть я очень благодарю бога что у нас это время прошло не напрасно есть люди которые жалеют денег там на учебу еще до 300 лет она все пройдет ребенок вырастет и ты ничего не положил в ту вазочку чтоб там произрастала 6 короче я очень рад и довольны так что желаю всем кто у кого еще детки маленькие нет не пропустите это вот это именно это время это время друзья а потом вы будете смотреть на свои плоды и будете радоваться сколько раз мы были на концертах потому что учитель по пиану она тут церковь такая большая органы там все можно сказать одна из крутых туда у нас в окружности церковь постоянно сюда приезжают артисты выступает концерт и она как она учитель детскую группу она всегда делала концерты для родителей там для друзей то есть это хорошо когда ребенок не просто учиться дома учитель приехал к нему там туда-сюда и все а выступить ему и не и не нигде то есть это классно если ребенок готовится концерту он переживает родители сидят в зал там до приходили все и он выходит вот это закаляет вот это круто так что концерты обязательно и первый учитель который по баяну и это тоже они всегда так надо сделать так выучили по пару песен я хочу чтобы вы сделали концерт где-то там церкви где-то там куда вы там где-то какое-то здание попроситесь я хочу чтобы это все было на сцене мы так делали да мы тут сами пока жили кто-то нас понимал кто-то можете у виска крутил разные люди но я благодарным у нас концерты были я сюда сидел и радовался думаю мои дети играют это круто это втроем это не сам это то есть конечно у нас давид профи профессионал друзья у него он он молодец хотелось бы конечно где-то чтобы он пошел по по музыке по специальности учил бы дальше там или куда-то ну как это сделать и сейчас наше время куда-то ребенка отправить на учебу вы же знаете прекрасно это наверное просто человек который наверное нет детей просто так будет говорить отправить ребенка сейчас мы такое время живем наркотики вот это все распусто это вот это страх и ужас и куда-то отправить чтоб ты потом ночами не спал и переживал наверное нет я не соглашусь жизнь настолько она и так быстрая птичка так скоро летит так что сколько мы вместе проживем столько нашей радости так что друзья вложите своих детей музыка это это красота когда-то порадуется ваше сердце но конечно надо воспитывать воспитывать и заставлять а потом а он пройдет время он он ему понравится ей понравится и все так что вот так у нас нас музыка в доме на первом месте и поют девочки тоже давид стесняется петь но насчет музыки у нас все фонограмму записать друзья без проблем хочется какую хочется на пианино под любую песню хочется церкви например там поют песни это ему просто присылает так давид копию делает на пианино в общем супер так что если кому то надо друзья учитель по баяну и не только по баяну сразу партию для пиана делает все и в отдельность проводит потом все вместе крутой дядя я снимаю шляпу перед ним учитель конечно но для для учебы по skype ну конечно цена должна быть это же не то что я привел тебе к домой и ты учишь моего ребенка конечно это совсем другая цена зачем там что-то выдумывать смотреть какие цены в америке и потом вы понимаете а у нас вообще была я с россии нашел там женщину и лилиана звали и и так она вообще прикол я говорю баян у вас где она это я буду без бояна учить у меня дар такой говорит я как бы так успокоились я я я буду под помогать подсказывать я я я без бояна это все делаю и я сам себе подумал и цена там такая норма и так мы ее прозвали лилия на без бояна то есть ну может кто не знает такие вещи то могут и попасться и на таких лилиан без бояна ну как же ребенку надо главное я как говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать правильно ему надо посмотреть как ты это делаешь такие пироги думаю что я рассказал как мог так что извиняйте извиняйте время бегит так что у кого детки маленькие в музыку и если у них есть слух в музыку есть слуха нет музыкального так что сделаешь значит не то так что друзья ксенька непослушный парень чего ты вандачка посмотрела она ревнует все рекс рекс меня поцеловал значит вандусь к все друзья спасибо всем за просмотр и всем пока